Ну что, ребятки, всем привет! У меня режим обычный. В принципе, моя работа никак не пострадала от того, что сейчас происходит, карантин и прочее. Встаёшь, делаешь макияж и снимаешь видео, так что, наверное, на выходных будет новый видосик. Неприятный такой момент. Я купила билеты в Киев на 2 апреля, и, в принципе, мне могут вернуть деньги, потому что я покупала через наши норвежские сайты, и я буду лететь скандинавскими авиалиниями. Но вот уже из Киева в Херсон я буду лететь в Мау. Все, кто знают мои взаимоотношения с Мау, прекрасно понимают мою реакцию, но это единственный способ передвижения. И навряд ли они как-то что-то компенсируют и вообще вернут деньги. Я до конца не уверена, приеду ли я вообще домой на самом деле. То есть мне, конечно, хочется. Я бы слышала про то, что 3 апреля как раз-таки снимают карантин, но у меня билет именно на 2 число, и я вот не знаю, что, как, куда. Я особо не поддаюсь панике. То есть мы вчера не сносили полки там с продуктами, я вообще считаю, что это бред. Я уверена, что, конечно, это опасно, но, с другой стороны, я также уверена в том, что это всё очень профессионально нагнетает. Это явно не конец света. Конец света будет совершенно другим и не из-за коронавируса. А во-вторых, задумайтесь, кому это финансово выгодно. Вы даже не представляете, что сейчас в мире происходит в финансовом плане. Мы это так просто пешки. Так, а я начинаю снимать видео про самые неудачные люксовые покупки. Деньги на ветер, тотальное разочарование. И надеюсь, что вам понравится моя новая локация. Скорее всего, видосик будет завтра утром. Ребята, ещё читаю личку, столько агрессии. И, ребят, я понимаю, что это серьёзно. Безусловно, я с вами согласна, что нужно быть осторожным, не трогать своё лицо, постоянно мыть руки. Но и поддаваться панике — это как бы тоже последнее дело. Нужно мыслить позитивно. Помнение такое, что если суждено от чего-то умереть, то, в принципе, это и произойдёт. Ну и как бы мы столько всего пережили за последний момент. И сколько пережили наши прадеды и дедушки, включая там Вторую мировую и всё остальное. Давайте уж как-то не будем поддаваться всей целой панике. И будем нормально, здраво мыслить. И не будем скупать нафиг туалетную бумагу непонятно для чего. Есть душ в конце концов. Так, я прям сегодня супербыстро сняла видео. Два с половиной часа. Но у меня как бы не очень много вот этих вот продуктов, которые я не люблю или которые я неудачно купила. А сейчас был очень реально смешной случай. Сейчас вам расскажу. Кроча рассказываю. Пришла ко мне посылка с iHerb. И мужчина, который обычно доставляет мне посылки, он всегда такой весёлый, всегда такой на позитиве. И сегодня он такой с таким хаминным лицом. Такой, Елена, давайте я за вас распишусь. Лучше не трогайте этот аппарат. Я сам за вас распишусь. Обязательно помойте руки. Я такая, ну всё нормально, да. Типа, вы удержитесь? Я говорю, да, всё нормально. И мы на такой дистанции, полтора метра друг от друга. Это, конечно, было очень смешно. Ну, да. А у меня тут подъехали бюджетные всякие новиночки. Разные. Так что скоро будет за тест бюджетных новинок, бюджетных находок. Субтитры сделал DimaTorzok